всем привет в этом видео будем собирать прямой короб из гипсокартона но не каркасным а другим способом на самом деле в нашем коробе конечно же будет полноценный каркас из профилей просто меняется очередность монтажа то есть если обычно в первую очередь собирается вся металлическая снова и потом обшивается гипсокартоном то в нашем случае сначала подвешивается гипсокартон а уже потом внутри него вшивается каркас из профилей периметр из профилей у нас уже есть поэтому прикручиваем полоску гипсокартона на боковую часть потолочного короба полоска должна быть запасом 2-3 сантиметра на гипсокартоне снаружи и изнутри расставляем отметки которые соответствуют положению нижнего профиля в этом коробе по этим отметкам это объем две линии одну снаружи одну изнутри по внутренней линии ложится сам профиль а линия снаружи показывает нижнюю его границу является ориентиром для саморезов и так линии разметки у нас есть вот теперь кстати заметно одна из причин по которой мы делаем запас по гипсокартону в пару сантиметров дело в том что у нас элементарно кривой базовый бетонный потолок для того чтобы линии разметки находились на гипсокартонной поверхности и случайно не вышли бы в воздух для этого и делается запас в пару сантиметров следующий шаг это мы делаем разметку для вертикальных перемычек которые связывают нижний профиль на углу короба и профиль который находится в потолке короб у нас обычный неусиленный поэтому перемычки располагаются через 40 50 сантиметров перемычку к верхнему профилю можно прикрутить и снаружи и изнутри я буду крутить изнутри поэтому сделаю место для биты подрезаем профиль до середины и сгибаем его треугольничком вот сюда входит бита от шуруповерта это нужно для того чтобы ее не перекашивала и чтобы саморез не скользил по металлу то есть так бита занимает просто прямолинейное положение и все отлично вкручивается подрезали профиль и подготовили посадочные места теперь нужно сделать сами перемычки делать мы будем из направляющего профиля и выглядит они примерно вот так срезаем боковую часть и донышко и оставляем один лепесток на коротких перемычках удобнее согнуть всю боковую часть если такая же перемычка у нас длинная допустим 30 40 сантиметров то все сгибать не надо достаточно отогнуть только уголок для того чтобы туда вошел саморез перемычки эти вырезается буквально за несколько секунд берем профиль режем его по кругу удаляем лишнее в принципе все наверное ну например это длинная перемычка сгибаем уголок готово полученные запчасти нужно каждую установить на свое место и соединить с верхним профилем на саморез потому что эта часть каркаса длина перемычки должна быть такой чтобы она на пол сантиметра не доставала до нижней линии но вверху вкручиваем саморез вот здесь хорошо видно для чего нужны вырезы в верхнем профиле намного удобнее закручивать саморез под прямым углом чем под наклоном так меньше вероятности поранится самому или например испортить гипсокартон со скользнувшей битой все перемычки на своих местах тут мы видим оба варианта изготовления и с отогнутой полкой и с следующее что нужно сделать установить нижний угловой профиль по линии для начала профиль по линии разметки мы зафиксируем на саморезы для гипсокартона саморезы по металлу в перемычке мы вкрутим потом линия разметки снаружи это ориентир показывает положение профиля внутри второе назначение этой линии это линия отреза то есть удобно провести ножом снаружи и снутри под профилем и снять лишний гипсокартон так край получается сам по себе достаточно ровный оставшиеся микро неровности можно убрать теркой или малярным ножом то есть проходимся по всей длине вот таким образом и получаем почти готовый бортик для того чтобы внешний вертикальный бортик был готов окончательно нужно проверить плоскость нижнего профиля например рейкой или лазером подкорректировать его и вкрутить саморезы по металлу то есть соединить его с перемычками саморезы по металлу вкручиваются не только в перемычке но и вертикальные направляющие профиля которые составляют боковой периметр короба с одной стороны мы вкрутимся изнутри отгибаем уголок и фиксируемся на саморез с другого конца мы вкрутимся снаружи сквозь гипсокартон это просто два разных способа крепления то есть они абсолютно взаимозаменяемые просто изнутри немножко удобнее для начала сделаем пустой битой углубление в гипсокартоне а затем в это углубление закручиваем саморез по металлу который туда отлично входит вот теперь вертикальная часть короба у нас окончательно готова теперь нужно установить профиля для нижней части короба мы сделали разметку и установили нижние цедэшки или потолочные профиля как их еще называют в первую очередь крепятся они от стены во вторую очередь крепится внешняя сторона после того как бортик займет или вертикальное или прямолинейное положение при установке профилей мы учитывали и встроенные светильники и направление обшивки и разбежку швов с боковыми коробами а это готовый короб обшитые сбоку и снизу на самом деле этот метод когда металл вшивается в гипсокартон намного удобнее и быстрее чем стандартный каркас который надо сначала ровнять во всех направлениях а только потом обшивать ну и как вы уже поняли шляпки саморезов по металлу здесь никак не влияют на ровность гипсокартона другой вариант вшитого каркаса это перемычки из цедэшек например здесь у нас подсветка по краю короба снизу а в середине натяжной потолок поэтому перемычки у нас будут из часто расположенных цедэшек но принцип сборки тот же засверливаем периметры прикручиваем гипсокартонные бортики с запасом и отбиваем по ним линии снаружи и изнутри вертикальные перемычки мы будем делать из профиля цедэ из потолочного профиля то есть мы подрезаем боковые стороны удаляем лишнее и донышко остается в виде лепестка так же как и в предыдущем способе треугольными вырезами в направляющем профиле обозначаем посадочные места для перемычек устанавливаем их шагом 30 сантиметров перемычки не должны доставать до линии естественно и вкручиваем сверху саморезы так как перемычки у нас длинные а шторка высокая то каждую перемычку мы прихватываем к гипсокартону обычными 25 саморезами благодаря тому что полоски у нас по метр двадцать а цедэшки расположены на расстоянии 30 сантиметров друг от друга то есть стыки листов у нас попадают на профиль по линии прикручиваем направляющий профиль фиксируем его на саморезы по гипсокартону по металлу срезаем лишнее в общем собираем его полностью после этого устанавливаем нижние цедэшки в этом коробе у нас нет встроенных светильников снизу поэтому просто располагаем профиля равномерно через 40 сантиметров выравниваем внешний борт вертикально и фиксируем цедэшки на саморезы с двух сторон светильников у нас здесь нет зато есть бортик с подсветкой его мы можем поставить только после того как будет готов прямой короб по всему периметру чем мы собственно сейчас и займемся готово собрали мы по всему периметру прямые короба а теперь можно устанавливать подсветку подсветка наша стандартная из цедэшки с донышком сверху почти готово вот кстати наличие вот этой прямой подсветки из профиля является причиной того что у нас цедэшки установлены с лепестками а не каким-нибудь другим способом хотя другой способ есть на закладных например вообще применение именно вот такой подсветки оправдано по нескольким причинам во первых это быстро во вторых это прочно в третьих профиль сам по себе выравнивает даже чуть не ровный вертикальный борт в прямую линию в четвертых все бугры которые получаются от рельефности цедэшных лепестков на перемычках остаются внутри подсветки снаружи все ровно и красиво зашиваем дно короба гипсокартоном с разбежкой швов как полагается устанавливаем бортик и в принципе на этом все готово вот на этих двух видео вы могли посмотреть разницу между стандартным каркасным способом сборки прямых коробов и методом вшитого каркаса на этом всем пока спасибо за внимание